5 очень странных животных. Кембрия Кембрийский период – это эпоха, в которой на планете господствовали очень странные животные. Кембрийский период начался 541 миллион лет назад. Ученые до сих пор с удивлением изучают этот период. В Кембрии произошел буквально взрыв фауны. Появилось множество очень странных животных. Большинство этих видов зашли в эволюционный тупик, а некоторые стали предками современных животных. Но откуда в один момент на Земле появились такие странные и необычные животные? Объяснение простое. В Кембрии был самый расцвет многоклеточной жизни. Природа, говоря метафорично, изучала границы дозволенного. Отсюда и животные со странным строением тела, многие из которых оказались эволюционным тупиком. Вторая особенность Кембрия – именно в это время задается классическое противостояние хищник-жертва. И это противостояние будет отныне играть ключевую роль в эволюции. Хищники будут развивать новые способы охоты и убийства, а травоядные – изобретать новые формы защиты и маскировки. В этот период бурное развитие получают органы чувств, включая глаза. Без этого невозможно ни охотиться, ни защищаться. Это странное существо похоже на гусеницу, но, несмотря на мягкотелость, обросла шипами и научилась обороняться от хищников. Считается, что айшааи – родственники современным членистоногим, ракам, паукам, насекомым и многоножкам. Галлюцигения Название говорит само за себя. Когда американский палеонтолог Чарльз Дулиттл Волкот впервые обнаружил это животное, он подумал, что у него галлюцинации – червяк на тонких ножках с шипами и головой, которую невозможно отличить от хвоста. Анамалакарис Это странный предок креветки и современных насекомых. Действительно существовал. Ученых очень удивляет этот персонаж, ведь по всем параметрам он заметно обогнал время. В Кембри большинство животных было маленькими – в длину от 1 до 30 см. На их фоне анамалакарис был реальным гигантом. Он вырастал до 1 метра. Изоксис Хищник с панцирем – не самая эффективная связка. Ведь, таская на себе панцирь, непросто догнать жертву. Поэтому ловить получалось только медленных и сонных. Из-под гибкого панциря торчали только глаза и хвост. Тамискаларис Этот огромный хищник по экологической нише был подобен современному киту. Появился как раз в тот момент, когда в море стало много мелкой фауны и питался ей в промышленных масштабах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова